И там ничего не остаётся практически, если всё по затратам. Мы сейчас просто посчитали, я говорю, ну, привезли яйца людям. Я посчитала это в деньгах, говорю, вообще копейки вообще, какие копейки. Папка говорит, а возьми свинью, нам кажется, что 300 рублей это дорого. Посчитай, говорит, допустим, в одной свине 60 килограмм. Тушка, если мясом продавать. 60 килограмм. Ну, а как обычно, сдают же мясо? Сдают живым весом, но там дешевле. Дешевле ещё, да? Да, 180 рублей, может, 170. Офигеть. И вот представляете, допустим, если ты так её продашь, хорошо, если ты её так продашь, то это будет 60 килограмм в одной свинье. Примерно мы умножаем на 300 рублей, это получается 18 тысяч рублей. Одна свинья всего лишь 18 тысяч рублей. А чтобы вырастили одну свинью, нужно год потратить. Кто-то получает зарплату раз в месяц, 18 тысяч рублей. То есть, получается, если ты держишь, то тебе не одну свинью не надо держать, а, я не знаю, 100 свиней давать. А бабка говорит, сколько с них нужно вычистить, из-под них говна, потому что они там не как куры. Каждый день без выходных. Каждый день без выходных. Как минимум два раза в день ходить в сарай, тонну зерна купить, чтобы выкормить этого поросёнка. Так что просто овчинка выделки не стоит держать их. Вот. И получается, сейчас вам домики... Так, хватит, мне тут всё засветило. Своей светильником. Сейчас хоть с этой стороны вам покажу, посмотрите. Раньше мы здесь костёр жгли, именно за этим домом. Ностальгия. И вот мы выезжаем, я обычно показывала вам этот квартал вот с этой стороны, с этой дороги, с проезжей части. Вот. Это одну свинью, но пусть держат 10 свиней. Это 180 тысяч в год. Ну, это как будто вот ты 12 свиней держишь, как будто ты 18 тысяч в месяц получаешь. Высчитай, 10 тонн зерна. 10 тонн зерна ещё? Да, чтобы выкормить 10 голов. Это я ещё посчитала, если её не сдавать, а если её продать весом, ну, то есть, прям, как килограммам людям продать. А если её сдавать, ну, тушку целую, цельной тушкой, то папа говорит, не 300 рублей килограмм, а 180, ну, 200, да? А 200 умножаем на 60, это 12 тысяч. Не 60, там больше будет весу в ней. И там же и голова, и внутренности. Ага, больше будет. Ну, примерно... То на то и выходит, да? Ну, то на то и выходит. Ну, даст. Ну, ладно, 18 тысяч. Но, блин, впахивать надо вообще. Это нам кажется, купить килограмм мяса 300 рублей, это дорого. Ну, это дорого, действительно, если пенсия, например, там, у людей 10 тысяч рублей. Купи лекарство, заплати за квартиру, коммуналку, всё, где там уже, там, не до свиньи. Ну, вот, вот такая жизнь. Ножки Буша дешёвые. Ну, зато ножки Буша, да, дешёвые. Везли нам их сюда по 60 рублей килограмм. Сколько он сейчас стоит, кстати, по-моему? Понятия не имею, мы не покупаем. Да? Они дешёвые, ГМОшные, подкормленные. Напичканные. Напичканные, да, там всем. Но зато дёшево. Вот поэтому все такие больные. Сталит через 20 лет. Но ещё не только поэтому, но... Облака какие красивые. Кстати, помада вот эта вот хорошо увеличивает губы. В глазу, что ли? Да. В глазу, в глазу. Она такой цвет даёт приятный. На лето очень хорошо подходит. Сейчас я попытаюсь вам найти её. 40,750. Она, правда, немножечко полосит. Вот, но... Сегодня я в полной боевой раскраске. Можно сказать. Не планировала снимать видео о покупках. Ну, решила, почему бы и нет. Хороший цвет, прям такой приятный. Да? Да, но вам не видно. Он такой, как бы, вроде бы нейтральный. И... Очень хороший. А на губах у меня как ничего? Да, но тебе только нужно почётче его контур обрисовать получше. Не знаю. А! Сел кузнечик, девочки. Сейчас я вам покажу, посмотрите на него, запрыгнул, залетел из этого в окно, а не, в окно он не мог, значит, он здесь присел, когда мы переодевались. Такой кузнечик, многие, кстати, даже не знают, как он выглядит. Мы приехали в Жимус забрать остатки запчастей, там на пешеходном, например, мужик, или он не на пешеходном? А, он не на пешеходном. Он уже после, типа, перекрестка, да? Вот, забрать запчасти нам. Не остатки, да, еще что-то у нас осталось? Вот куда летит? Куда летит на повороте, а? Быстро едет. Я тут не могу вообще, комментирую, непривычно ехать, а пассажирски. Комментирую всех. Мама у нас пошла пешком в Болгафарм, где она получает, здесь вот в этой аптеке они получают по рецептам лекарства. Вот, мама пошла, вот надо было просто довезти ее, подождала бы мы ее довезли. Она вот ковыляет, у нее чуть нога опять начала болеть, опять клинить начала. Сегодня натерли ей, и Доброген надо пропивать уже начинать. Они сейчас пропьют мне алоэ вера и Доброген. Начнем. Ой, тут посмотрите, тут бабуля сидит в палисаднике, что-то делает. Такой двухэтажный обитый дом. Такой дворик хорошенький. Посмотрите, улочка какая, боже ты мой, какая красота. Пойди на улицу, я поснимаю. Нас спалили, сказали, а вы что, с речки едете? Это Михаил, запчасти, которые мы покупаем. А я говорю, как вы нас спалили? Он говорит, загорели. Наверное, загорели все-таки, потому что, да, лоб красный. Сейчас покажу. Лоб красный. Мамосик туда мне пошел, посмотрите, какой дом. Красивый такой, скорее всего, на втором этаже кто-то живет. Вот там вообще газеты не обложены. А эти как скворечники. Не вверху. Старинный дом старый, наверное. Интересно, каких построек времен. Ой, у меня ноги все в песке. Все в песке. Ой, что-то непонятное в этом происходит. Ай, блин. Мне еще платье немножко распоролось. Надо выдернуть. Вон, смотрите. Такой вот домик. Хороший такой палисадничек. Это классно. В таких поселках видеть спокойствие. Для кого-то склеп он там отдает. Как мне некоторые сказали, что прям смотришь и думаешь, боже, господи, бежать отсюда хочется. Никакой активности. А мне прям какое-то спокойствие напоминает. Так хорошо прям. Окна панопластиковые поставили. Дверь с домофоном. Обили так этот домик сам. Вообще каждый дом имеет свою какую-то... Так, здесь надеялись. Свою историю. Прошлое какое-то. А очень похоже вот этот райончик, кстати, на пятую дачную в Саратове. Там похожие дома. Тут даже ремонтная, наверное, какая-то сварочная вот работа. Все в шаговой доступности у тебя находится. Я жила несколько лет. Ну, даже не несколько лет. Пять, наверное. На пятой дачной. И в таком вот примерно райончике. С такими домами. Необычные, интересные. Сейчас далеко уйду, мои потом меня будут, ну, не разыскивать, но, по крайней мере, ждать. Сейчас немножечко еще поснимаю. Вам видите, присаднички, бабушки ухаживают, белье вешают. Здесь сохранилась такая культура. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Очень красивая. Не знаю, не то, чтобы красивая, даже не знаю, как это передать. Какая-то... Не могу свои ощущения описать. Хорошо, одним словом. Хорошо. Меньше... Меньше соседей, меньше проблем, меньше чужой энергетики. Я бы с удовольствием, кстати, купила квартирку где-нибудь в доме, где, допустим, только соседи сверху. Сейчас даже строят маленькие домики такие в европейском стиле. Даже в Сарафитове у нас есть. Трехэтажные. Сейчас туда еще вглубь прогуляемся, пока мамка не пришла. Покажу вам. Окна низко расположены, конечно. Вот так вот свет включил, и все видно. Надеюсь, вы меня слышите. Я прям так близко, близко. Ломончики, посмотрите. Великолепные. Так, ладно, мамка у меня уже вышла. Идем с вами. Дальше мы с вами не пройдем уже. Но потом вам покажу в следующий раз, как приедем. Хотя они раз в месяц выписывают. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok